Система, которая сегодня пришла, по которой мы сегодня идем, губительна для природы и для человека самого. Потому что сегодня только культ капитала, культ, так сказать, конъюнктурное отношение ко всему окрушающему, духовная сторона человека, так сказать, постепенно исчезает на самом, я бы сказал, на низком уровне, опережать вот меркантильные интересы и капитал полностью губит душу человека. Вопрос очень интересный и довольно любопытный. Дело в том, что в детстве, вернее, в школьные годы и до послешкольных годы сразу вообще не думал, даже не мечтал заниматься ботаникой, проблемами леса. Я хорошо занимался по дисциплинам математики, физики. И мечта была стать инженером-строителем. Мечта была такая юношеская, построить свой мост или свой дом. Потом какое-то самое в мое время специально инженер-строитель был настолько престижным, настолько привлекательным, что прямо я со школьной скамьи готовился поступить в ВУЗ на инженера-строителя. Но случилось непредвиденное, неожиданное. Мы приехали в Новочеркасск поступать в институт, в политехнический институт. Это один из крупнейших политехнических институтов Советского Союза, которые были основаны еще в 1913 году поляками. И когда документы наши принимали в приемные, где документы принимают, мне отказали в приеме документов. Когда-то я болел в 16 лет корью и очень сильно повлияло на зрение, и у меня зрение было слабое. У меня плюсовая диоптрия, а там вот даже два раза выше с моими диоптриями, с минусовыми документы принимали, а вот с плюсовыми не приняли. Оставалось там 5 дней или 6 дней до конца сдачи документов. Я растерянный сказал, я никуда больше не пойду, я хотел, мечтал стать строителем, у меня не получается. И такое вот разочарование страшное. Но мои друзья, которые со мной там поступали вместе, отсюда мы вдвоем поехали, там и потом некоторые знакомые, которые студенты из Сухума, которые там учились, я знаком был с ними. И вот они мне советуют вовсю. Вот рядом у нас, говорят, есть инженерно-миллиоративный институт, и там есть факультет лесного хозяйства, и там, говорят, ваши документы обязательно примут. Я им говорю, слушайте, я в лесу вырос, в деревне вырос, среди леса. Опять я должен стать АМГБ как инженером лесного хозяйства, я вообще не приемлю, и, говорят, не пойду ни за что. Но было настроение ужасное, день остается до конца приема, как его завершение, так приема документов. Меня все-таки уговорили, потом, говорят, мы переведем, мы, говорят, сумеем вас перевезти на наш институт, и, короче говоря, я сдал на факультет, лесохозяйственный факультет, в Новочеркасском инженерно-миллиоративном институте, взял, конечно, экзамены все на отлично, и сразу после завершения нас отправили на картошку. Так я попал на лесохозяйственный факультет Новочеркасского инженерно-миллиоративного института, который я закончил в 1964 году. Не было случая, чтобы я дважды заходил там сдавать зачет, или там экзамены вообще, это исключены были. Я достаточно сдавал успешно, безболезненно, но на третьем курсе у нас появился преподаватель лесоведения и лесоводства, который читал, не знаю, это просто, я таких преподавателей только потом увидел некоторых крупных ученых, редких, это просто талант и дар. Я всегда воспоминаю, и он заставил нас полюбить своих студентов, заставил полюбить природу, заставил полюбить лесное дело. Понимаете? И вот с тех пор он на четвертом курсе мне предложил заняться научной работой, и уже на четвертом курсе у меня были самые первые такие начинающие публикации. Поэтому, когда я завершил диплом, я защитил от личной, с рекомендацией в научно-исследовательский институт. Меня послали в Новосибирск, но случилось так, что из Абхазии отозвали меня, и когда узнали, что я как-то занимаюсь наукой, послали меня на Абхазскую лесную опытную станцию в городе Чамчир. Но случилось так, что в 1979 году скончался один из таких видных профессоров, дендрологов Сухумского ботанического сада, профессор Васильев. Это тоже очень крупный ученый, и дирекция тогдашнего института ботаники, я говорю, Сухумского ботанического сада, предложили, попросили меня перейти сюда, начать работать в ботанический сад, заведующим отделом интродукции растений. Одним словом, то очень-очень тяжело. Вот за время работы, даже и до этого, еще я не видел вот такого ущерба, который нанес нам снегопад, который нанесла эта стихия в данном этапе. Столько деревьев поломано, столько деревьев повалено, все прямо, душа замирает. Первые дни, когда я это увидел, просто мне плохо, просто, может быть, некрасиво говорить, но просто было плохо. Лекарства принимал для того, чтобы как-то где-то психологически, как-то успокоиться, привыкли к этому, невозможно было. Но мы сделали все, что от нас зависело, мобилизовали весь коллектив. Весь коллектив вышли работать, помогали нам студенты из АГУ. Даже студенты, добровольцы из художественного училища со своими руководителями пришли к нам помогать. Ну, конечно, одним днем это не решишь, но вот такая поддержка, всеобщая поддержка населения нас немного взбодрило, и мы поняли, что мы не одиноки в этой борьбе со стихией. Конечно же, весь коллектив и сегодня работает, и нам очень долгое время, еще, может быть, месяцы предстоят, для того, чтобы ликвидировать последствия всего этого. Вот буквально сегодня мы ставили деревья поваленные, которые надо их назад поставить, опять закопать там, как-то, чтобы, может быть, они отойдут, потому что среди них очень уникальные, редкие, единственные экземпляры, так что ущерб большой. Несомненно, конечно, природа наша уникальна. Уникальна тем, ну, конечно, говорить красиво о своей природе каждый хочет, каждый может, но если эти слова должны быть обоснованы, и они действительно обоснованы для нашего счастья, для нас это счастье огромное, для всего, не только для ботаников, для всего народа Абхазии, это огромное счастье, то, что нам досталась такая уникальная природа. Она богата очень древними видами живых организмов, в том числе и растения, их называют реликтами, которые дошли до нашего периода. Весь ботанический мир, в ученом мире, все стремятся попасть к нам, изучить и узнать закономерности становления, развития этой природы, понимаете. И разработка методов борьбы, методы, разработка методов, сохранения этой уникальной природы, как природное наследие, не только для нашего государства, но для всего мира, для всей ботанической науки, всего мира. Поэтому сохранение этой природы – это первостепенная задача не только ученых, но и всего нашей страны, всего общества. К сожалению, мы в этом направлении делаем не так много и не всегда адекватно, и зачастую мы теряем, мы очень вредим нашей природе. Я так просто сказал, что я не хотел, мол, учиться то-то, я просто не понимал, но изнутри, внутренняя установка всегда была направлена на природу, потому что я все-таки родился в деревне, хотя я учился прямо в школе в Чамчире, в городе Чамчира, но я с деревней, с природой всегда был связан. Я очень чутко понимал, я еще не был специалистом, ботаником, когда в окружении, вокруг нас, мои родители сохранили большую площадь лесов, вокруг нашего дома, как бы негласно, так сказать, частное такое владение, можем говорить так. И там я очень много ходил и любовался этой природой, но что касается магической стороны, просто каждое дерево, в моем понимании, в моем ощущении, нахожу я что-то особенное, личное, индивидуальное, вот понимаете, и очень много сказаний. И то, что наш народ воспринимает эту природу именно как магическое или как святое, вот такое, это просто не случайное. И это закономерное, потому что люди наши, абхазы, издревле знали, что лес их спасает, лес их поит, лес им дает все, что необходимо для жизни человека. И даже последний шаг в тот свет, значит, обеспечивает лес, вот, например, закрывает крышу гроба, понимаете? И все это они понимали, и даже относились к деревьям очень щадящим образом. Далеко не буду ходить. Я хорошо знал, что пожилые люди никогда не давали рубить молодое дерево. Если рубить, то надо было рубить это дерево где-то на вершине 3-4 метра. Это потом начало, узаконили, и в научном мире начали называть как вершинное хозяйство. Потому что это дерево дает поросль, который можно использовать в последующем, а корневая система сохраняет условия местопроизрастания, сохраняет почву, регулирует водную систему. И они всегда знали, что там, где лес, всегда чистая вода, чистый воздух. И этим они очень дорожили и ценили, и охраняли. Об этом нас предупреждали ученые, видные ученые, еще лет 20-30 назад. И вот настал момент истины, будем так говорить. Сегодня мы уже ощущаем глобальное изменение климата. Мы сегодня уже доказано, что идет потепление, глобальное потепление. Тают на северном ледовитом океане огромные айсберги. Уровень воды в течение ближайших 50 лет в океане может подняться на 6 метров. И примерно на 6 градусов климат Земли может поменяться. Это страшная катастрофа, это страшное влияние. Многие площади Земли, многие объекты городов, населенных мест могут уйти под водой. Это еще полбеды. Конечно, это жертвы, конечно, это все. Но изменение климата приводит к биологическим изменениям структуры всего ландшафта, всей биосферы. Но если произойдет вот такое климатическое изменение глобальное, то вся местная наша флора не успеет приспособиться за такой короткий период к изменяющимся климатическим условиям. И здесь у нас могут быть пустыни. Понимаете? В Абхазии. То есть это может исчезнуть? Все может исчезнуть, запросто может исчезнуть. И сегодня надо в глобальном мировом масштабе принимать очень радикальные меры. Темпы развития промышленности настолько велики, что мы не можем его так в одночасье сократить и привести в належащее такое. Но у нас другого выхода нет. Надо идти бороться и, так сказать, обращаться ко всему мировому сообществу. Несомненно, человеческий организм тоже приспосабливался очень долго, выработал эта биологическая система, которая отработана природой. И есть пределы его изменчивости, пределы адаптации этого организма к окружающей обстановке. Это геомагнитные колебания, когда происходят, особенно люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилые люди сразу начинают беспокоиться о своем состоянии. А что может произойти, когда вот такие климатические, глобальные климатические, резкие климатические изменения? Конечно, это очень сильно повлияет на состояние человеческого организма. И здесь произойдет очень серьезный отбор. Очень серьезный отбор. И где-то в каком-то регионе, может быть, как вид человек сохранится, но повсеместно, вот такого вот, сегодня у нас сколько там, 6 миллиардов на планете, столько не будет. Возможно, это и закономерное, так сказать, в природе, может быть, в космическом периоде существовало, потому что, когда происходит перенаселение какого-то вида, природа сама регулирует, есть такой закон, регулирует сама это самое, но это регуляция, значит... Может, тогда просто природа сама регулируется, а не мы виноваты в этих глобальных изменениях? А нет, мы... А нет, не так совсем. Но человек именно сам создал, именно, как я, способствовал созданию вот таких глобальных изменений. Вот выбросами углекислого газа в атмосферу в таком огромном количестве привело именно к таким изменениям. И адвокатно изменится природное условие. Для природы нет плохой погоды, говорят. Такому природу создать свою погоду, где мы, человек, то есть вид человека, значит, может, не сможет приспособиться к изменяющимся условиям. И он просто может в определенных местах или во многих местах исчезнуть. Мне могут сказать, что я несколько консервативен, но система та, которая сегодня пришла, по которой мы сегодня идем, губительна для природы и для человека самого. Потому что сегодня только культ капитала, культ, так сказать, конъюнктурное отношение ко всему окрушающему, духовная сторона человека, так сказать, постепенно исчезает на самом, я бы сказал, на низком уровне, опережать вот меркантильные интересы и капитал полностью губит душу человека. Понимаете, это вызывает, как вы все свидетели сегодня, огромные войны во всем мире. Вы что, американцы воюют в Ираке из-за благородных вещей, из-за демократии, из-за того, что там создать порядок или что? Нет, там есть чисто, как его называется, интересы. Интересы только для американского бизнеса, американского эстеблишмента. Понимаете? Это точно так и в других странах. Они делят мир, они делят благо на земле, не думают о человеке, не думают о человеческом обществе, о том, чтобы устроить гармонию между людьми и делать добро. Несомненно, однозначно, природа, у природы, в основе существования природы, как это произошло, наука еще не может полностью отвечать, но природа существует на основе закономерности, отработанной миллионами лет. Они неизыблемы. Эти закономерности неотъемлемая часть развития природы. Эти закономерности очень жесткие. Очень жесткие. И вот наша реакция, как и вот тоже наше воздействие, сразу срабатывает обратная реакция со стороны природы. Это может быть губительное для нас. После войны разруха была, зеленое насаждение города было в таком страшном состоянии, надо было что-то делать, надо было что-то. И вот благодаря нашим стараниям, благодаря зеленому хозяйству города, благоустройству, вот есть у них хороший, очень такой, который душой болеет, зураб Лукич Амиджба, который делает очень много для города, к сожалению, и возможности его ограничены. Вот с его помощью и с помощью заместителя мира Анзора Ивановича Кортуа, мы смогли приобрести прекрасные, так сказать, стандартные саженцы метасиквой, это уникальное растение, более двух тысяч видов. И мы посадили его в новом районе, аллею, чтобы после таких трагических событий как-то показать людям, что мы возрождаемся, что мы не теряемся, что мы работать должны и что мы должны делать все, что от нас зависит, а мы посадку это осуществили. И что вы думаете, через два года мы там ничего не осталось, все обломанные деревья, туда скот запустили, даже колышки, которые мы там поставили, все это вытащили, унесли. Мы практически за последние 20-30 лет не создали ни одного парка. То, что мы имеем, эти парки приходят в упадок из-за отсутствия достаточно наградотехнического ухода, из-за отсутствия финансирования, из-за отсутствия прежде всего специалистов. Вы представляете, в 30-40-х годах у нас именно в Абхазии была школа садоводов. И даже из Сочинского района, из Крадатского края у нас обучались и становились специалистами средиотехнического состава для проведения агротехнического ухода в парковой зоне среди зеленого насажения и так далее. У нас таких специалистов нет. Абхазия, если она красива, если в Абхазии хороший климат, если в Абхазии есть курортные условия для того, чтобы это основная статья дохода будет в нашем будущем, если мы хотим все это сохранить, это экономическая составляющая нашей страны в будущем, то мы должны нашу природу, в частности, наши леса сохранить. В 1979 году благодаря многолетней борьбе покорно ваш слуга вместе с Багратом Васильевичем Шинкуба побывали в Москве у министра лесного хозяйства СССР и нам удалось добиться на уровне правительства СССР прекращения рубок в лесах Абхазии. Это не было самоцелью, это не было какой-то прихоть какого-то определенного человека, там где-то что-то. Это было крайне необходимо. В то время у нас хищнически на государственном уровне вырубали наши леса. К сожалению, сегодня мы продолжаем рубить эти леса абсолютно и природе лесов не соответствует то хозяйство, которое мы там осуществляем. И наши леса деградируют на наших глазах. А ведь это защитные, они выполняют первостепенное, подчеркиваю, именно первостепенное древесина потом на втором месте. Мы древесину можем закупить у торгов, в Турции, в России, в Сибири, завести. Но то, что мы сегодня вырубили наши леса, эти функции никак невозможно восстановить. эти столетия нужны, если это практически получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова